That's one small step for man, one giant leap for mankind. Возможно, столкнется с планетой Земля в ближайшее время. Кто давно смотрит канал Свидетель Виндос, и огромное вам спасибо, также сообщаю тем, кто только недавно подписался или собирается это сделать, вы знаете, что я очень и очень скептически отношусь к такого рода сообщениям. Ну как скептически? В космосе много чего летает, и каждый день мимо нас, мимо нашей Солнечной системы, планеты, пролетает огромное количество всяких метеоритов, астероидов, больших и маленьких, просто о каких-то нам сообщают, о каких-то нам вообще не сообщают, чтобы нас не тревожить. И вы знаете, что за последние несколько лет, и за то время, пока я веду этот канал, метеоритная угроза уже не раз появлялась в заголовках СМИ и в благосфере. И каждый раз я вас успокаивал и говорил, что это все не случится, что пролетит. Но в принципе так и происходило. Конечно, каждый раз, когда я поднимал такие темы, как угроза астероида Земле, огромное количество негативных комментариев, хейта сыпало с мою сторону, что, мол, я нагнетаю, и зачем я так делаю, и что я вот из себя Нострадамуса строю. Нет, друзья, я не нагнетаю. Просто вот тема появляется интересная, допустим, про эти же метеориты, про астероиды. И мы ее обсуждаем. И, конечно же, я вас успокаиваю, что ничего не случится. Так было и в 2020 году, когда в самый разгар пандемии поступило сообщение о том, что к Земле несется огромная какая-то пирамидальнообразная глыба. Причем тогда столкновение с Землей было неминуемым. Но очень странным и необъяснимым образом это огромное космическое тело, по некоторым подсчетам оно было 2 или 3 километра в поперечнике, а это уже катастрофические разрушения для Земли. Этот астероид тогда неожиданным образом изменил резко свою траекторию движения. Мы это с вами обсуждали. Вы найдете этот ролик на канале. Он вылетит сейчас вам в правом верхнем углу. Но также в описании найдете, в подсказке. Действительно, кто-то или что-то охраняет нашу Землю. Несколько месяцев назад комета Леонардо пролетала мимо Земли. И мы видели с вами как некий огромный аппарат, который очень похож на аппарат, который мы с вами с легкой руки окрестили кольцами Языкиля. Понятно, что это идет аналогия с пророком Языкиляем из Ветхого Завета, которому являлись небесные посланники. И с помощью теории палеоконтакта мы их интерпретировали с вами как пришельцев, у которых как раз был корабль, огромный корабль, размером с полпланеты, или даже целую планету, который воочию наблюдал Языкиль. Мы об этом с вами говорили уже. Вы тоже найдете ссылочку в правом верхнем углу. Сейчас вам вылетит подсказочка. А также в описании к видео. Действительно, возможно, кто-то или что-то охраняет нашу Землю. И как я понял, именно не нас, не людей, которые на пустом месте устраивают конфликты и распри, губительные для нас же с вами, а именно нашу планету. Итак, астероид под кодовым названием JF1. Последняя информация гласит о том, что он приблизится к Земле в мае. Либо 6 мая, либо 15 мая. В диапазоне вот этих дат от 6 до 15 мая. В уфологической тусовке я уже, так сказать, в приватном режиме обсуждал этот астероид. И меня успокоили, заверили, что ничего не произойдет, потому что он крохотный, всего-то размером с пирамиду Гизы. Египетская пирамида Хеопса в Гизе. И скорость его не такая уж и большая. Если он столкнется, то он вызовет локальное, конечно же, сильное, серьезное разрушение, но локальное. Если упадет куда-то в океан, в море, то максимум, что это грозит, большое прибрежное цунами. Опять же, оно будет катастрофическим для побережья, для того района, куда упадет астероид. Но оно не будет катастрофическим для всей планеты в целом. То же самое касается и суши. Конечно же, мне стало любопытно. Я решил смоделировать падение астероида в интересной, очень хорошей программе. Universe Sandbox, Вселенная Песочница, если дословно переводить по-русски. Советую вам, кстати, тоже скачать себе эту программу, пока окончательно все не запретили, весь интернет не запретили. Конечно же, из меня астрофизик не очень хороший. Я задал те параметры, которые писали в сообщениях. И самое интересное, что я вам скажу, друзья, об этом астероиде говорили еще в 2009 году. И тогда и скорость, и размеры этого астероида, когда его обнаружили, были гораздо больше. Несколько позднее, спустя несколько лет, я видел такие заголовки, что НАСА прямо утверждало, что этот астероид столкнется с Землей в мае 2022 года. И столкновение это неизбежно. И я смоделировал по разным параметрам попадания в это астероида, как в океан, как и на сушу. И мне очень не понравились результаты, если честно. Согласно последним данным, официальные СМИ, они цитируют ведущие аэрокосмические агентства мира, и в частности НАСА, которые одни из первых открыли эту космическую опасность, и размеры и скорость этого небесного тела оказались гораздо меньше, чем нам заранее об этом говорили. Конечно же, здесь сразу на ум приходят две версии. Ну, первая-то банальная официальная, что расчеты скорректированы, расчеты уточняются, потому что с приближением этого небесного тела появляются более точные данные. И это, в принципе, логично. Вторая версия конспирологическая, более удручающая, что просто от нас скрывают реальные размеры этого астероида, JF1, и реальные последствия, которые могут возникнуть на Земле при его столкновении. Не хочется говорить пафосно, что, возможно, мы позавидуем динозаврам. Ну, кстати, вопрос, который мы с вами уже обсуждали, это еще большой вопрос, от чего вымерли динозавры? От метеорита или от искусственного терроформирования при заселении нашей Земли? Ну, вот мне кажется, что не все так однозначно, как нам подают официальные аэрокосмические агентства, официальная пресса. В последнее время Земля столкнулась с огромным количеством различных комет, небесных тел, которые так или иначе пролетали рядом, мимо или входили по касательной в атмосферу Земли. И со всего мира приходили ролики очевидцев, снятые на камеры, на телефон, да просто сообщения о метеоритах, о кометах. Я и сам, если честно, видел в ясную погоду огромное количество падающих звезд. И я загадывал желание, чтобы все было хорошо. Конечно же, эту тему мы тоже с вами уже обсудили. И тогда мы предположили, что, возможно, это все предвестники мифической планеты Нибиру, которая вот войдет в Солнечную систему. Я об этом уже много раз говорил, повторяться не буду. Ссылочку вы найдете на этот ролик в описании. Ну и в правом верхнем углу вам сейчас, конечно же, это вылетит. Подсказочка. Друзья, я не хочу никак нагнетать и просто вот не хочу. И так я понимаю, что всем нам, вам сейчас страшно, тревожно, непонятно, что же будет дальше. И зачем вообще вот это вот все устроено, вот это вот все, вся вот эта вот ситуация. И повторюсь, друзья, что я залезал в более ранний источник. Это тело, этот астероид JF1 отслеживают уже достаточно давно, с 2009 года. И, как я вам сказал, тогда его показатели по скорости, по диаметру были гораздо больше, чем сейчас. Что это? Коррекция расчетов, как я уже сказал? Или это кто-то от нас скрывает? Просто наша планетка настолько хрупкая, маленькая. Мне кажется, что нам стоит сосредоточиться всем нам, мировому сообществу, чтобы сберечь нашу планету. Пускай она даже не наша, если мы с точки зрения отталкиваемся от того, что пришельцы есть, или какие-то параллельные цивилизации, параллельные миры. Не знаю, там за ледяной стеной Антарктиды кто-то живет. А мы здесь всего лишь такой вот эксперимент. В любом случае, нам надо сосредоточиться, чтобы сберечь нашу планетку. Понимаете, такой маленький, хрупкий такой вот наш мирок, малюсенький. И я честно не понимаю тех, которые начинают конфликты, распри из-за какой-то вымышленной фигни. И да, кстати, сторонником теории плоской Земли. Я шаровер. И удивительно, почему так называемые участники тайной космической программы, мы с вами уже не раз говорили про этих замечательных людей или не людей. Они сейчас молчат. Не знаю, упадет на нас ли этот астероид или проскочит мимо. Но суть в том, что в 21 веке лучше всем нам заниматься наукой, исследованием, развитием, прогрессом. Исследовать нашу планету, глубины океана, ближний космос. Готовиться к перелетам в дальний космос. Тогда мы точно сможем сохранить жизнь на Земле и отправиться в путешествие к дальним звездам. Я очень надеюсь, что все будет хорошо. Пожалуйста, напишите в ваш комментарий, что вы думаете об астероидной угрозе Земли, как с ней можно справиться. Друзья, также, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, ударьте в колокол, чтобы вам приходили вовремя все оповещения. Конечно же, подпишитесь на канал. И не забывайте, пожалуйста, про телеграм. Так вы точно не пропустите все новые оповещения на канале и новые ролики и стримы. Все ссылочки на все соцсети, на источники и на другие видео вы найдете в описании к ролику. Конечно же, я всем желаю бодрости духа, адекватности бытия и надежды на светлое, хорошее завтра в эти страшные, тревожные и безумные времена. Очень надеюсь, что скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok